География 6 класс. Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины? Горы и равнины – это главные, самые крупные формы рельефа материков. Равнины занимают 3 пятые площади суши, горы – 2 пятые. Итак, равнины – это обширные выровненные участки земной поверхности с небольшими до 200 метров колебаниями высот. Вот это и есть равнина, то есть ровная абсолютно территория. Она может быть немножечко лесистой. Горы – это обширные, высоко поднятые участки земной поверхности с резкими различиями в высоте. Ну вот, здесь видно очень хорошо – вот гора и вон гора. Различия очень значительные. Горы могут находиться где угодно. Около рек, около морей, около океанов. Жители равнин видят вокруг себя относительно ровную местность, нарушаемую лишь холмами, долинами рек, оврагами. Облик гор совсем иной. Здесь главный элемент рельефа – крутые склоны. Ровнины – относительно спокойные, устойчивые участки континентов. На них не наблюдается сильных землетрясений, вулканизма, интенсивных движений земной коры. Горы – активные участки земной коры. Здесь очень ярко проявляются все процессы, связанные с внутренними силами Земли. Итак, на географической карте равнины раскрашены в зеленый цвет. Чем темнее цвет, тем ниже она находится в относительно уровня моря. Вот здесь прикаспийская низменность, она находится ниже уровня моря. Коричневым цветом на карте указаны горы. Чем темнее цвет, тем выше гора. Вот здесь совсем светлое, это будет совсем низкое. Где очень темный коричневый цвет, это будет очень высокая гора. Горы суши. Отдельно стоящие среди равнин, горы-конусы на континентах встречаются очень редко. Горы суши – это целые горные страны, протягивающиеся на сотни и тысяч километров. Самые длинные горы суши – Анды в Южной Америке. Вот это отдельно стоящая гора-конус. На этой карте обозначены Анды. Они тянутся с севера на юг, на западном побережье Южной Америки. Вот это снимок из космоса. Вы знаете, что Земля круглая, поэтому здесь территория Южной Америки уходит за горизонт. Указаны даже ледники на этих горах. Ну, а вот это Анды с собственной персоной. Как выглядят некоторые из них? Хребты, склоны и вершины. Действительно, целая горная страна. Горные страны состоят из горных хребтов и разделяющих их межгорных долин. Горный хребет – это вытянутое поднятие, ограниченное склонами. Вот, пожалуйста, горный хребет. Вот это тоже горный хребет. Межгорная долина – это вытянутое понижение, ограниченное склонами. Вот она, горная долина. Вот это тоже горная долина. Горные хребты и межгорные долины. Это рисунок гористой местности, это карта гористой местности. Я повторяю, чем темнее коричневый цвет, тем выше вершина горы. И указаны ледники на вершинах. Склоны хребтов и долин имеют разную крутизну. Есть пологие, есть крутые, есть отвесные. И разную форму. Прямые, вогнутые и выпуклые. Самая высокая часть хребта – гребень. Гребень – это линия пересечения склонов горного хребта. Гребни могут быть ровными, округлыми, зазубренными. Повышение на гребне образуют вершины, а понижение – перевалы. Ну вот давайте посмотрим. Вот это вот вершина. Вот это вот идет гребень. И это вот идет гребень. Это склон пологий, А это склон крутой. И перевал. Это между двумя склонами. Понижение. Обычно на перевале есть дорога. По абсолютной высоте горы делят на три группы. Низкие – ниже 1000 метров, средние – от 1000 до 2000, и высокие – выше 2000 метров. У гор разной высоты, разный облик. Низкие горы, такие как Средний Урал, имеют пологие склоны и округлые вершины. Высокие горы, такие как Гималайи, Анды, Кавказ, круто поднимаются вверх голыми и мрачными скалами. Их хребты изрезаны узкими и глубокими долинами, по которым стекают стремительные горные реки. Самые высокие вершины покрыты снегами и ледниками, которые не тают даже летом. Итак, горы высокие, средние вершины у них округлые, и низкие, тем более округлые вершины. Средний Урал имеют пологие склоны и округлые вершины. Ну, вот и посмотрите. Склонов нет ни обрывистых, ни крутых, только пологие, и вершины только округлые. Ну, а это Гималайи. Круто поднимаются вверх скалами. Здесь и вершины острые, и склоны отвесные. Есть и пологие, есть и крутые, есть и всякие разные. Вот это вот, если помните, можно назвать горной долиной. Среди гор Суши первое место по высоте занимают Гималайи. Вот внизу на фотографии это Гималайи. В них находится 11 вершин с высотой более 8000 метров. Среди этих вершин самая высокая точка мира – гора Эверест или Джамалумгма. Вот она, красавица. Самая высокая вершина России – гора Эльбрус на Кавказе. Эльбрус можно узнать по двойной вершине. Постепенное разрушение гор. Вертикальные движения земной коры поднимают хребты вверх, а внешние процессы стремятся их уничтожить. Горы постепенно снижаются, склоны становятся все более пологими, речные долины расширяются, и высокие горы превращаются сначала в низкие, а потом в равнины. Вот, едва образовавшись, горы сразу начинают разрушаться под воздействием внешних сил. Высокие горы – это уже низкие. Смотрите, самые высокие, среди них какие были, они все еще остаются. И равнина. От самых высоких гор остаются просто холмики. Огромная равнина. Среднерусская равнина. Это возвышенность. Здесь уже высота выше 200 метров. Равнина, покрытая осадочными горными породами. Многие равнины покрыты толщей осадочных горных пород, накопившихся в древних морях. Моря затапливали равнины при их медленных опусканиях ниже уровня моря. Но есть и равнины, которые никогда не опускались ниже уровня моря. На их поверхности находятся твердые и прочные магматические и метаморфические породы. Ну вот, посмотрите, здесь что на равнинах находится? Толщи осадочных пород и разрушенные горы. Горы разрушились, сверху осадочные породы их закрыли. И получилась равнина. Различия равнин по высоте. Как и горы, равнины имеют разную абсолютную высоту. Равнина высотой от 0 до 200 метров над уровнем моря называется низменностями. От 200 до 500 метров – возвышенностями, а выше 500 метров – плоскогорьями. Некоторые низменности расположены ниже уровня моря. Например, прикаспийская низменность. Помните, на карте я вам ее показывала. Крупнейшие низменности мира – Амазонская и Западно-Сибирская. Вот, смотрите, низменность 200 метров над уровнем моря. Вот он, уровень моря. Значит, 200 метров. От 200 до 500 – это будет возвышенность. А дальше это будет уже плоскогория. Итак, крупнейшие низменности – это Амазонская и Западно-Сибирская. Вот это Амазонская низменность. Возвышенности на крупных равнинах часто перемежаются с низменностями. Например, частями огромной восточной европейской равнины являются Среднерусская, Валдайская и Приволжская возвышенности. На фотографии ниже – возвышенность. То есть, когда на равнине есть участки возвышенные. Самые высокие равнины – это плоскогория. Их высоты могут достигать полутора-двух тысяч метров. Крупнейшие плоскогория мира – Среднесибирская, Аравийская и Дикан. Вот это Среднесибирская плоскогория. То есть, вы видите, горы плоские. Просто они находятся высоко над уровнем моря. Несмотря на большое разнообразие неровностей земной поверхности, можно выделить основные формы рельефа – горы и равнины. Удачи вам, дорогие мои! Всего доброго и до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok